Мы на месте. Мы приветствуем Мариса. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверить ли он нам свой биополе наперед сеанс? Доверить в нем конструкция. Конструкция стоит. Хорошо, давай ее, наверное, сразу отключим, потому что нет смысла. Даю команду насчет 3-сканер сканирует. Сейчас Мариса отключает эту конструкцию полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора. Все сопутствующие подключки отключаются и все энергии вместе с этой конструкцией выходят, отключаются и отправляются в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Конструкция во всем теле. Руки, ноги вниз, все идет. Канер отключит все это. Готова конструкция в клетке. Отлично. Апсориаз как раз был в тех местах, где крепилась конструкция. Это я Марису сразу говорю. Хорошо, в клетке. Выстраивай канал от этой конструкции, к ответственному притягивай в клетку-тюрьму, где бы он ни находился. Да, будет так, а так и есть. Стоит в клетке. Здесь 2. Кто 2? Ответственных гуманоид и ящер. Отлично. Они в клетке? Да. Хорошо. Хотели встретиться, гуманоиды? Гуманоид с ящером? Отлично. Я думаю, вы точно так же рады, как и я рад. И я даю команду скэнеру на 4. Скэнер сканирует пространство над головой Мариса под ногами 360 градусов вокруг него. 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Мариса. Находит все. У него бес, инсектоид и спрут. Итак, у нас конструкция гуманоид, ящер, бес, инсектоид и спрут. Правильно? Правильно. Чья это конструкция? К ней притянулся гуманоид и ящер. То есть обоим она принадлежит, да? Кто ответственный? Один исполнитель или оба ответственные? Гуманоид устанавливал. Гуманоид его нашел. А ящер каким боком здесь? Заказ давал? Да. Ну как славно. Отлично. А на каком основании вы находитесь здесь? Какой-то жизненный сок ящер пьет. Ах, ты жизненный сок пьешь. А ты спрашивал разрешение Мариса на то, чтобы забрать у него, украсть у него его жизненный сок ящера? Нет, он не спрашивал. Не спрашивал? А почему ты не спрашивал? Ты считаешь, не стоит спрашивать, да? Он сам не понимает, какой жизненный сок в нем течет. Понятно. А ты даже не понимаешь, что еще какие вещи есть во Вселенной. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Гуманоид, ящер. Я сегодня спрошу в конце сеанса Мариса, хочет ли он отдать вам этот шар обоим. Если он скажет «да», вы знаете, чем это закончится? Гуманоид говорит, что он ни при чем. Он давно установил и ушел. Ну, если ты притянулся, значит и при чем? Будем разбираться, гуманоид. Откуда ты гуманоид? Убирая шары. Шар входит в меня. Итак, откуда ты гуманоид? Сириус. Сириус. Ловец душ, да? В данном случае это был, как уже сказал ящер, жизненный сок, который... Кислотность, которая необходима ящеру. А какие... Конкретному ящеру. Какое отношение Марис имеет к этому конкретному ящеру, гуманоид? Скажи мне, ты преступник. Ты нарушил законы мироздания. Ты сегодня будешь за это отвечать. Если ты ничего не предложишь, если у тебя больше нет никаких подключек, то ты вообще становишься неинтересным. Ты просто будешь растворен. И твое ДНК будет растворено вместе с ящером. Если у вас есть подключки к другим людям, чем, возможно, я вообще сдам вас в межгалактическую полицию. Если информация будет ценная. Что нужно сделать, чтобы уйти? Никуда ты уже не уйдешь. Вопрос будет решаться только о степени твоей вины. Ты будешь давать информацию, когда я ее буду спрашивать. А остальную информацию у тебя спросят, возможно, межгалактическая полиция, если ты до нее дойдешь. Ты не забывай, ты находишься на территории Мариуса. Давай договоримся. Со мной? Я хочу уйти. Ты знаешь, я никого не отпускаю. Я наемник. Мне заплатили, я сделала работу. Отлично. А межгалактическая полиция проверит, сколько ты такой работы уже сделал и к скольким людям... Безгалактической полиции. Давай договоримся. Ты мне ничего не можешь дать. Вообще ничего. Это раз. Во-вторых, я не торгую своими... Откуда ты знаешь? Я не торгую своими принципами. Я ангел. Ты мне ничего не можешь дать. Мне не интересуют земные блага, горы, золото и день. Информация. Информацию я получаю от высших светлых сил. И она меня более удовлетворяет. Так, все. Хватит. Закончилась прелюдия. Начинаем работать. Начинаем тогда с реверса энергии. Сейчас начинается реверс энергии. В процессе реверса мы будем задавать вопросы. Я даю команды тонкой копии Мариса спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные патогенные низкоэббрационные энергии в его биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэббрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Пока идет реверс. Считай цифры у беса над головой. Восемь. Хорошо. Ты что здесь делаешь, бес? И сколько ты находился в биополе? Он смеется, он говорит, получай свой жизненный сок и ржет. Хорошо. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? Три года нахожусь, но невыносимо стало последний месяц. И после нашей чистки дома? Да, постоянно раздражает эти лучи. Ну, это наша работа, мы ее хорошо делаем, как ты заметил. Значит, это ты стучался, ломился и хотел выйти, правильно? Он тебя услышал? Да, выпустил уже. Он тебя услышал? Да, подожди, а пообщаться? А тебя что, лярва не интересует? Интересует. А эмоциональный фантом тебя не интересует? Интересует. Ну, так куда ты собрался уходить? Мы только еще, только начали общаться. Или ты хочешь все это получить, получишь. Отвечай просто на вопросы. Три года ты сидел. Сколько находился гуманоид с ящером в биополе? Гуманоид не находился. Хорошо. Он сделал установку и ушел. Когда он установил ее? Сколько лет назад это было? Около 8-7 с чем-то. Хорошо. 7 с чем-то. Сколько находился ящер? Он был подключен после того, как установка была? 7 лет 8 месяцев находился ящер. 7 и 8 месяцев. Хорошо, 7 лет 8 месяцев. Хорошо, как у нас с реверсом идет, Вера? Что возвращается в конструкцию, посмотри, пожалуйста. Есть там яд его, ящер? Да, идет коричневый. Коричневый. Я вижу. Вот это, конечно, ящер ты перешел все границы. Макрота какая-то коричневая. Обменивая свой яд на его энергию. Закончился реверс. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Марис забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Марис себе обратно. Хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Найдут энергии. Какие-то особые биопатериалы. Найдут родные, да. Особые. ДНК есть? Жизненные силы. Они его очень ограничивали этой конструкцией. Он много ей внимания уделял. Вынужден был уделять много внимания. Это скорее правильно будет сказать. Если бы их не было, он бы не уделял внимания. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Пять лет. Инкубатор есть в биополе? Есть инкубатор. И спрут. Сколько ты находился в этом биополе? Пять месяцев. Пять месяцев. Даже меньше. Четыре с чем-то. Хорошо. За квартиру я не спрашиваю. Там чисто. Закончился реверс. Отлично. Хорошо. Все забрали. Спрут, начнем с тебя. Выходи. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Жидкость свою отсасывай. Возвращайся назад. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто может сгореть в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай. Все снял. Инсектоид. Выходи. Отключайся. Вытаскивай свой инкубатор. Ничего не забывай. У меня вопрос ко всем присутствующим. От чего был псориаз? Проблема с кожей у Мариса? Конструкцию ящера. От его креплений, да? Не только. Он делал обмен, забирая его энергией в обмен на свои вот эти слизь, какую-то макарта коричневую выпускал. Сегодня ваша судьба лежит в руках Мариса. Ящер и гуманоид. Слышали про закон кармы? Вот он в действии. Снял все инсектоид. Хорошо. Вес. Выходи. Отключайся полностью. И как все снимешь, доложи мне прямо на месте. Я потом дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Это раздражение он ему делал, чтобы Марис нервничал. Снимает с рук веревки. Когда он жрать хотел, тогда он дергал, да? Он дергал за веревки. Марис начал чесать себя, нервничать. И раздражение какое-то было. А, вот как. То есть раздражение. Избавиться хотел. Ногами даже как-то он двигается. Да. Понятно. Выдает импульсы вот этой энергии. Беспокойство. А кроме? Нервные. Понятно. А что еще в ногах установил? Там есть качели? Или какие-то? Там тяжесть есть. Тяжесть. То есть он утяжелял. Понятно. Хорошо. Хорошо. Все снял. Хорошо. Бес. Где находятся лярвы? Объясни мне. У него как дыхательные пути от горла ниже. Но это не лярва, там как мокрота какая-то. Хорошо. Это на твоей чистоте? Она затемнением выглядит. Хорошо. Ты сам вытащишь или мне вытащить? Он вытащит и сзади у него на поясницу лярвы. Хорошо. Забирайте две лярвы. Приступай. И возвращайся. Готов. Хорошо. Я даю команду скэнеру. Скэнер сканирует сейчас еще раз Мариса на частотах конструкции гуманоида и ящера, если еще что-то осталось. Малейшие частицы мелкие уничтожаются на месте, если что-то крупное выводится и формируется в шар. Пошел процесс. У него в местах соединения как мокроты вот у тебя остались какие-то. Это ящер, они в шар вышли, все больше ничего нет. Отлично. Под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично. Включай внутренний белый свет Марису и этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находясь на частотах интерферентов и их подключек. Все сопутствующие энергии тоже выходят, все формируется в шар. Пошел свет, свет выдавливает это все и формируется все в шар перед Марисом. Да, вышел шар небольшой. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Мариса и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое аббрационное генерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Много. Хорошо. Марис, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами сгенерировали? Готово. Сворачивайте энергии в шар. Бес забираешь? Забирает. Отправляю беса. Есть. Хорошо. Готово уходить? Готово. Я надеюсь, ты понимаешь, в это биополе тебе запрет входить. Да, он говорит, я же сам просил. Все правильно. Согласен. Открывай внизу портал против часовой стрелки на чистоте Биеса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй соугленную пентаграмму. Хорошо. Инсектоид готов уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Спрут, я думаю, мне не надо повторять, больше не приходить в это биополе, да? Он маленький, он понял. Понял. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута, и спрут уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь два экземпляра. Гуманоид Сириуса и ящер. В 8 лет стояла конструкция. Гуманоид поставил, потом пришел ящер. Сидел 7 лет и 8 месяцев. Мы все оттуда забрали. Если там что-то по твоей части. Что-то гуманоид не хотел в межгалактическую полицию. Непонятно. Почему? Уже бывало? Организованная группировка цивилизаций. А, ну все. А то он мне тут предлагал. Забираем. Конечно. Конструкцию уничтожить. Отлично. Под конструкцией открывай портал в галактическое ядро. И эта конструкция выходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Вот так вот ящер и гуманоид. Эти вопросы решаются. Нет места преступности во Вселенной. Готово. Хорошо. Все чисто у нас. Посмотри, пожалуйста. Да. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Марис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после чистки? Я пока еще гармонизируюсь, наслаждаюсь. Мой жизненный сок, он растекается по всему телу, залечивая раны и повреждения. Отлично. Хорошо. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо, Марис, мы закончили вашу чистку. Будем возвращать вас сейчас назад в вашу систему Биоробот Душа. После сеанса наш администратор перешлет вам инструкцию, как вам дальше заправляться энергиями. Из сеанса вы должны уже узнать, узнали, как заправляться энергиями. И каждый день надо еще сбрасывать негатив. Потом важные энергии, которые заправить, синхронизировать и гармонизировать. И тогда вы будете всегда чистым и полным энергией. Прекрасно. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Мариса в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнатной диагностики. Пошел, пойдем. Он говорит, оставьте меня вариться в моем соку. У него переходит вся энергия на физическое тело, сейчас наполняет, он прислушивается, как он сказал, наслаждается. Больше ничего не мешает. Держите эту чистоту. Я на месте.